Ну и как мы уже анонсировали, мы продолжаем говорить, обсуждать тему мирных акций протеста азербайджанских экоактивистов с нашими гостями. Сейчас у нас на прямой связи Роман Гуревич, почетный посол еврейского агентства в Азербайджане, политолог. Господин Гуревич, здравствуйте. Вечер добрый. Господин Гуревич, итак, мирная акция протеста азербайджанских активистов, волонтеров, представителей СМИ и так далее. Предшествовала этому информация четкая, которую получил Азербайджан о том, что незаконно эксплуатируются рудники, где и золото, и молибденовые. Должен был состояться мониторинг, который был обговорен и должен был состояться, но не состоялся по определенным причинам, там преградили дорогу и так далее. Как вы считаете, вот сейчас эта акция абсолютно законная на своей территории? Почему обвиняют, например, Ереван обвиняет Баку в нарушении международного права? И о каком нарушении международного права идет, может идти речь, если акция проходит на азербайджанской территории? А вот нарушения, которые действительно имеют место быть, как то незаконное использование и эксплуатация рудников, о них почему-то все молчат и предпочитают не говорить. Ну, к хорошему быстро привыкаешь. Если много лет можно было незаконно добывать золото, молибден и другие ископаемые, и практически просто грабить азербайджанскую землю, то когда тебя пытаются отогнать от этой кормушки, то можно понять, что это вызывает у людей такому привыкшему возмущение. Насколько это возмущение оправданно и допустимо, это разговор другой. С законами, с законностью это ничего общего не имеет. Но давайте мы вспомним, что вот тот участок, о котором мы говорим, там же это азербайджанская земля, на которой есть сейчас российские миротворцы. И когда было подписано соглашение в ноябре 2020 года, то российские миротворцы обязались следить за разделением, за выполнением достигнутых соглашений. На деле, насколько я знаю, этого не происходит, от слова совсем. И фактически российские миротворцы там, давайте мы не будем говорить, что они также участвуют в грабеже природных ископаемых Азербайджана, мы можем об этом подумать, но слово говорить не станет. Но, вне всякого сомнения, вот на том участке, в зоне своей ответственности, они установили порядки на уровне, кого хочу, того пропускаю, кого не хочу, того не пропускаю. Например, сейчас говорят о том, что перекрыт Лачинский коридор азербайджанскими активистами. На самом деле, Лачинский коридор перекрыт с двух сторон российскими миротворцами, которые заблокировали по нему движение и объясняют это тем, что они заботятся о безопасности проезжающих автомобилей, что если эта машина попадет в мирно, рядом с митингом будет проезжать мирно протестующих людей, то вот, так сказать, машина будет подвергнута опасности. Поэтому они взяли Лачинский коридор перекрыт. Но изначально, когда они не объяснили фактически правил, кого хотели, того пропускали в Хампинги, кого они не хотели пропускать, того они не пропускали. То есть, давайте скажем так, если ехали друзья Москвы, то для них широко была открыта дорога. Если ехали кто-то, кого, так сказать, московское руководство, и, следовательно, российские миротворцы пропускать считали неправильным, не пропускали. Недавно появилась информация, что российские миротворцы пропустили 14, если я не ошибаюсь, человек из Ирана, которые приехали с вполне определенными целями, так сказать, была информация в СМИ о том, что они приехали для того, чтобы обучать, работать на оружие, которое якобы было поставлено из Ирана в этот город. При этом, так сказать, естественно, Иран отрицает, и Армения отрицает, все отрицают, но мы сейчас говорим о том, что этот участок ответственности, это зона ответственности российских миротворцев, и они там творили все, что хотели. Вы говорите, что, так сказать, было достигнуто соглашение о мониторинге. Совершенно справедливо. 3 декабря, если я правильно помню, такое соглашение было достигнуто. Азербайджанская сторона просто хотела приехать, посмотреть, провести мониторинг того, что происходит. Собственно, как соблюдаются те самые соглашения, которыми подписана и Россия тоже. Но по каким-то причинам азербайджанских наблюдателей туда не пропустили. И после этого вот получилось такое стихийное движение протеста людей, которых, так сказать, это просто достало. Потому что мало того, что война закончена, победа одержана, соглашения подписаны. Не только соглашения не выполняются, но и продолжается откровенный грабеж природных богатств Азербайджана. И когда обращаются к российским миротворцам, которые фактически отвечают вот за эту зону, и которые вполне могут это все прекратить, то никакого содействия, насколько я знаю, полученным не было. Господин Григорьевич, я благодарю вас за комментарий. Большое спасибо. Будем следить за развитием ситуации. Я вам опомню, на прямой связи с нашей студией был почетный посол еврейского агентства в Азербайджане, политолог Роман Гуревич. Субтитры создавал DimaTorzok